Итак, посмотрим на имеющуюся у нас функцию. Она принимает два числа некоторого соцчисленного типа, проверяет, что они положительные, и начинает вычислять наибольший общий делитель. Прежде всего, ясно, что единица является общим делителем, и на данный момент, пока нам неизвестны другие общие делители, это наибольший общий делитель, поэтому именно на единице мы инициализируем ответ. После этого мы перебираем все возможные делители заданных чисел, перебираем все целые числа от двух до минимального заданных чисел, и проверяем, что каждое из заданных чисел делится на перебираемое число. Если так, то мы нашли общий делитель. Если, более того, он больше, чем текущий делитель, то мы можем обновить наш текущий наибольший общий делитель. После того, как мы перебрали все возможные делители исходных чисел, очевидно, что мы нашли наибольший общий делитель, и текущий наибольший общий делитель является искомым. Что можем заметить в этом алгоритме? Прежде всего, очевидно, что мы перебираем возможные делители по возрастанию, поэтому условие, что найденный общий делитель больше текущего, заведомо верно. Поэтому алгоритм можно упростить. Давайте теперь проверим, что измененный алгоритм компилируется и работает. компилируем, проверяем, что программа работает на каком-нибудь простом тесте. Например, видим, что GCD 10.15 равен 5. Давайте попробуем вести тест посложнее. Например, GCD 96.144 равен 48.